Давайте начнем. Сегодня мы поговорим про Tracer. Tracer это сервис, который создан для того, чтобы помогать пользователям, разработчикам анализировать ошибки в их приложении, находить причину этих ошибок. Этот сервис мы разработали в Oktech изначально для себя, потом им стали пользоваться другие бизнес-юниты ВК, и в этом году, в сентябре, мы его выложили в публичную плоскость, и может пользоваться любой желающий абсолютно бесплатно. Ну и как раз про то, что это такое, откуда взялось и зачем оно надо, мы сейчас и поговорим. Да, то есть про сам сервис, про компоненты и про планы. Что же мы вообще хотим там дальше делать? Значит, первое. Сам Tracer из себя представляет набор плагинов, набор компонентов, которые могут существовать независимо. То есть все то, про что я сейчас рассказываю, не обязательно вам это использовать все, если вам нужны только там, к примеру, анализы утечек файлов или там профайлер, вы берете, подключаете только этот модуль и только его используете. Да, сам по себе Tracer, он используется практически всеми бизнес-юнитами ВК, то есть там Одноклассники, ВКонтакте, Дзен, Рустор, Почта, Облако, там ВК, Тимс, Маруся и так далее, вообще все. Суммарное дау наших пользователей, ну пользователей приложений, да, в которых строен Tracer, больше 200 миллионов человек, и мы обрабатываем там больше одного миллиарда событий в день. То есть, скорее всего, там ваше приложение мы тоже выдержим. Сам сервис появился не вчера, разработка его стартанула, ну некоторых компонентов сервиса стартанула еще в 2017 году. Мы написали сначала плагин для анализа утечек памяти, для себя в первую очередь, потом сделали первый профайлер, потом мы решили, что, блин, а вообще про профилирование в продакшене никто не рассказывает, почему бы не рассказать. Так появился мой доклад на Мобиусе, там прям про кишочки, про то, как можно переписывать системные вызовы и так далее. Ну, в общем, много всего интересного про кишки, если кому интересно, посмотрите. Потом мы поняли, что вроде как на это все получился позитивный отклик, и, наверное, стоит это все как бы завернуть в какой-то продукт. Возможно, это будет кому-то интересно помимо нас. И вот мы начали это делать, а потом 22-й год случился, и мы такие, опа, вот. Вот, как бы, и поэтому мы стали, короче, вот быстро-быстро делать еще аналитику ошибок, потому что изначально мы как бы планировали больше вот на другие сервисы сконцентрироваться, да, где у нас нет конкурентов. Но в итоге поняли, что если нас, блин, забанят, там, непонятно кто, там, либо Роскомнадзор, да, либо, как бы, Google, то, ну, по разным причинам, разумеется, да, то, как бы, мы останемся просто без аналитики ошибок. И мы, как бы, прикрутили это тоже. Но в итоге, в процессе мы поняли, что, блин, да, на самом деле, вот у нас очень много горело от Firebase, и мы прям кайфовали, когда это делали, потому что мы очень много своих болей закрыли этим. Но я про это все расскажу дальше. Ну, и публичный риск в 23-м году, как я и говорил. Зачем вообще все это нужно? Потому что, вот, классические инструменты, типа, даже если вот убрать в сторону разговор про импортозамещение и так далее, да, вот классические сервисы, которые показывают вам стектрейс ошибок, это обычно недостаточно для того, чтобы понять, откуда у вас взялась проблема. То есть классические примеры с утечками памяти. То, что у вас, там, вот где-то случилось out of memory, вот в этом месте, да, это не означает, что проблема здесь же. Скорее наоборот, это означает, что здесь у вас просто там частые локации или слишком большие и так далее. Поэтому мы решили, что нужно что-то общее, и так появился трейсер. И как можно сделать вывод, да, у нас есть, ну, сам сервис именно старается помочь вам найти проблему в приложении, чтобы ее починить. Ну, давайте теперь перейдем непосредственно к компонентам сервиса и посмотрим, что они себе представляют. Ну, сам трейсер выглядит вот так. Если вы пользовались когда-нибудь Firebase Crashlytics, допустим, вы можете заметить, что интерфейс достаточно похожий. Это специально, чтобы просто упростить миграцию с одного инструмента на другой, чтобы все было интуитивно понятно. Кстати, вы можете заметить, что у нас есть темная тема, а так как стартанули мы в 21-м году, то еще у нас есть поддержка английского. Вот. И, соответственно, ну, то есть мы также умеем показывать Crashlytics статистику, показывать количество ошибок в приложении, что это за ошибки. И, кстати, вот можете заметить, что здесь какие-то слова есть в квадратных скобочках. Это одна из наших киллер-фичей, про которые я расскажу дальше. Соответственно, вы можете точно так же провалиться внутрь ошибки, посмотреть на каких версиях эта ошибка случалась, на каких девайсах, посмотреть ее stack trace и так далее. Ну, собственно, я вот показываю примеры для Android, для iOS то же самое. Если нас сравнивать с Crashlytics, то, ну вот, в тупую, да, то во многом это одно и то же, просто потому что есть какой-то базовый функционал, который, ну, должен у таких инструментов быть. Типа, зачем тебе инструменты, если он ошибки не умеет показывать? Поэтому мы тоже это умеем. Но помимо этого, у нас нормальный полнотекстовый поиск, который прям крутой, который ищет не только по ключам или по заголовкам, как в Crashlytics. У нас существенно более быстрая скорость работы. Мы умеем фильтровать ошибки, умеем группировать ошибки по вот из ЮКИ, я про это все дальше расскажу. Мы умеем детектить утечки памяти. Ну и туча всяких мелочей. Давайте просто подробнее посмотрим. Вот что такое полнотекстовый поиск? Если, опять же, сравнивать с решением от конкурентов. К примеру, у вас есть несколько людей, которые работают над одним проектом. Разные модули. И вы можете взять и найти все крыши в вашем модуле, просто ища по имени пакета. Или, к примеру, у вас есть приложение, там есть экран авторизации и есть основное приложение. Понятно, что люди в основном логинятся один раз в год, в лучшем случае. И потом постоянно пользуются приложением. В итоге у вас вот ошибки, которые уже случаются у авторизованных пользователей, их гораздо больше, чем тех ошибок, которые случаются на экране авторизации. И поэтому вы можете их просто не видеть в общем списке. Но при этом эти ошибки, они же критически важные. Вы же теряете нового пользователя, который потом год там ленту скроллил. Соответственно, вот с помощью нашего поиска вы можете такое найти спокойно. Ну вот да, просто пример, что мы спокойно ищем по вхождению любого текста в stack trace. Также у нас есть обратный поиск. Когда у вас есть, вот вы провалитесь в ошибку, вы можете посмотреть, а из каких stack trace она состоит и поизучать ее. То есть, к примеру, вы видите, что вот, ага, вот у вас есть ошибка, там illegal state exception, anchor may not be changed. Мы такие, ну ладно, мы вроде бы как бы это поняли, да, давайте этот текст просто уберем. Мы берем этот текст, убираем его, ну вот, из, ну, из выдачи и говорим, так, а покажи мне, какие еще есть stack trace в этой группе. И все, мы, значит, эту ошибку убрали. И вот было у нас 2700 ошибок, 2600, вот здесь в кобочках написано, мы убрали. Так, да, вот здесь видно, 2600 мы убрали, и осталась совсем другая ошибка. Их там штук 30, но это вот ошибка с таким же stack trace, да, но которая вообще про другое, про то, что там неправильно панелька стикеров вызывает notify.set change в адаптере. То есть, пожалуйста, и вы можете таким образом исследовать, вот что за stack trace попали в группу ошибок. Теперь одна из наших любимых фичей, это из UK группировка non-fatal. Вот что такое non-fatal? Это ошибки, которые логирует сам разработчик, которые не приводят к крышу. То есть у вас где-то в коде там написан trycatch, вы поймали ошибку и залогировали. И вот в общем случае, глядя на stack trace ошибки, ты, ну вот просто в системе, ты не всегда можешь понять, кто и где ее поймал. То есть это нужно, ну как бы постараться посмотреть, где, почему она там ловится. И да, как бы ладно где, а потом еще непонятно почему. А во-вторых, если у тебя вот этот trycatch, это что-то очень важное. Это, допустим, как раз вот ошибки на авторизации или ошибки на регистрации. И ты хочешь посмотреть не просто популярные ошибки, да, которые у тебя в топе, а прям все. Как тебе это сделать? Соответственно, у нас есть такая штука, которая называется is you key. Ты при логировании вот этого non-fatal ошибки, ты можешь передать свой какой-то ключ. К примеру, там ошибка, ну, ошибка ленты, ошибка логина, ошибка регистрации или просто какой-то вот номер is you, из-за которого ты это логирование добавил. И, соответственно, дальше происходят две вещи. Первое, когда ты просто видишь такую вот ошибку в трейсере, ты по is you key понимаешь, кто ее логировал, где и зачем. А во-вторых, ты через поиск можешь просто найти все ошибки, связанные вот с этим конкретным местом, в котором ты это логируешь. То есть, к примеру, вот здесь показаны все ошибки загрузки ленты. То есть мы дошли у себя до такого, что мы вообще не делаем логирование non-fatal, не указывая is you key. Потому что это, ну, очень сильно помогает. Дальше. Так, про это я рассказал. Еще у нас есть всякие полезные мелочи. К примеру, вот Crashlytics, блин, за столько лет не умеет диафусцировать класс каст эксепшены. На самом деле, понятно, почему не умеет, потому что прогвард из коробки этого не умеет. Вот, но казалось бы, блин, ну стандартная же ошибка, да? Почему из-за вот того, что у меня есть такие ошибки, я должен отдельно сохранять маппинг файлы, потом ручную брать, сам руками искать там вот на что этот метод маппится и диафусцировать. Зачем, если это можно автоматически сделать, просто там дописав пару строчек в прогвард диафускатор. Ну, собственно, мы это сделали и вот трейсером там в таком контексте пользоваться удобнее. И это сделано не только для таких ошибок, но и для других там стандартных, с которыми можно встретиться в Android-разработке. Ну, да, вот это все примерно так выглядит. То есть по сравнению к Crashlytics и Firebase. Еще у нас там чуть более продвинутый поиск. То есть, к примеру, вы можете искать не просто новые ошибки, все, которые появились за последние 7 дней, а, допустим, новые ошибки, которые появились за последний час или за последние 2 дня. То есть, к примеру, с момента вашего последнего релиза или там запуска какой-то новой фичи. Это тоже позволяет вам сосредоточиться только действительно на том, что важно. Еще, на самом деле, здесь еще было слайдов некоторое количество, но я их удалил. Почему? Потому что вот у нас были вещи, от которых нас прям очень сильно горело в Crashlytics. К примеру, то, что они не умели сортировать по юзерам. И там очень часто у тебя топ ошибок забивали ошибки, которые случились 10 тысяч раз у одного человека. И это просто отъедает твое время. Понятно, что на такие ошибки стоит уделять, мягко говоря, гораздо меньше внимания, чем на ошибки, которые случились у тысячи людей. Еще в Crashlytics была проблема с тем, что они часто привязывали группировку крышей к номеру строки, в котором эта ошибка случилась. Соответственно, если у тебя есть большой файл, и в новом релизе кто-то там добавил строчку, у тебя номер строки едет, и, соответственно, твои крыши с предыдущей версии не матчатся в новую группу, под них создается, ну, в ту же группу, под них создается новая версия, и для тебя это как будто бы новый крэш. И ты теряешь всю историю работы с ним, все комменты и так далее. Ну, это просто пипец неудобно. И в Crashlytics не было механизма анализа ошибок. Но все это они исправили, причем за последний год. А до этого мы там лет пять, короче, жили с тем, что есть. Причем, вот вы можете просто мне на слово поверить, что мы это сделали первое, и в Crashlytics это появилось через полгода. Но на самом деле нас это только замотивировало. Это просто говорит о том, что мы правильно понимаем, чувствуем боль разработчиков, и мы как бы движемся в правильную сторону. Но вот местами наши решения не похожи на то, что делает Crashlytics. К примеру, крэш-варианты, вот они считают по второму хэшу, а мы вот сделали экскуды. То есть как бы чувствуем проблемы одни и те же, иногда решаем немного по-разному, так как нам кажется более правильным. Вообще на самом деле сделать систему аналитики ошибок, которая бы работала на 200 миллионах с лишним, да, это нифига не просто. То есть мы храним маппинги, в случае с андроидом символы, в случае с iOS, все это процессим на бэкэнде, правильно генерируем крэш-айди, ну, чтобы понимать, какие крыши мы мерзжем, какие нет. У нас там очень такие интересные алгоритмы политики троттлинга, лимитов и всего остального. И то есть это на самом деле достаточно амбициозная задача, и мы довольны, что у нас все получилось. Давайте теперь поговорим про другие инструменты, вот про ошибки мы уже сказал. Теперь есть инструменты, ну, сейчас пойдет речь про такие более уникальные, которые вы не встретите вот в стандартных, широко распространенных на рынке решениях. Первое – это утечки памяти. Как я уже сказал в самом начале, просто так, глядя на стэк трейс, вы не можете понять в общем случае, что стало причиной утечки памяти, почему она вот именно тут закончилась. Соответственно, что умеет делать трейсер? Мы умеем снимать heap dump памяти в момент наступления out of memory, сжимать его в 30 раз за счет того, что мы оттуда выкидываем все массивы, то есть это идет сжатие с потерями. Здесь мы не только как бы сжимаем dump, но еще и удаляем, условно говоря, всю приватную информацию оттуда. Нас интересует просто граф. А дальше мы этот граф отправляем на бэкэнд, там его анализируем с помощью шарка. Шарк – это бэкэнд ликкеннери. И показываем вам в виде, по сути ошибок, показываем, какие утечки памяти были в вашем приложении. Но мы показываем утечки памяти простые. То есть то, что ликкеннери находит автоматом. А это утечки activity, фрагментов, сервисов и так далее. То есть просто потому, что ликкеннери знает, что у тебя есть activity, у нее там флаг им destroyed, она с таким флагом в памяти не должна быть достижима от gcr. А она достижима. Ну все, значит утечка. Но это только часть проблемы. Потому что есть очень много утечек памяти, которые связаны с бизнес-логикой. То есть, к примеру, вы пишете мессенджернки, у вас в памяти оказалось 500 тысяч оттачек сообщений. Скорее всего, такого быть не должно. Но ликкеннери же об этом не знает. Вдруг у вас какая-то там in-memory база данных на андроиде, допустим. И поэтому у нас есть второе решение. То есть мы показываем вам простые случаи. А первые 100 дампов, которые мы получили, мы складываем отдельно в виде файликов. И вы можете посмотреть размер этих дампов в первой колонке, а во второй количество утечек, которые автоматически нашел ликкеннери там. И, соответственно, если у вас дамп на 500 мегабайт, а количество утечек там одна штука, то навряд ли у вас там одна активити на 500 метров. Хотя, конечно, всякое возможно. И, соответственно, вы можете скачать этот дамп, открыть его в Android студии, ну или там, не знаю, вот я Visual VM люблю. Открыть Visual VM и посмотреть, что же там происходит. Причем, так как у нас уже есть маппинги, то мы за вас этот хипдамп еще и диафусцировали. То есть вы там видите нормальные имена полноценных объектов. Ну вот давайте просто для примера посмотрим. Вот есть, значит, хипдамп, тут 6000 потоков почему-то. И это Android-приложение, а не серверное. Хотя даже для серверного, наверное, многовато. Вот, значит, мы смотрим, тут 6000 потоков, 6000 соединений к SQL-базе, дальше 6000 IOS-шедулеров. Ну что-то тоже многовато. И вот так мы исследуем этот граф и смотрим, что ага, а там на самом деле 6000 лямп, которые запрашивают чат, ну, заголовки чатов. И, соответственно, глядя уже на то, как там этот код написан, выясняется, что проблема в том, что ребята запрашивали там, ну, для каждого чата заголовок на IOPool. А, соответственно, если у тебя, так как pool unbound, а у чатов у человека 6000, то как только какие-то начинаются проблемы с базой, база начинает медленно отвечать, у тебя просто pool расширяется на, ну, и выжирает все доступные ресурсы. Вот, пожалуйста, как бы желаю удачи найти такую ошибку, да, без похожих инструментов. Как я уже сказал, просто Лик Кеннери не панацея. Опа. И такие инструменты как раз позволяют находить проблемы, которые без них просто не найти в продакте. Следующий инструмент — это анализ утечек файлов. Очень часто разработчики, ну, не совсем заботятся о том, как приложение, ну, сколько приложений места занимает у разработчика, у пользователя в рантайме. То есть, ну, создали какую-то базу, что-то записали, создали какой-то кэш, тоже что-то записали. А, ну, не все разработчики, допустим, правильно знают там жизненный цикл приложения, когда эти файлы можно создавать, когда их нужно удалять и так далее. И очень часто эти файлы могут у пользователя накапливаться. И приводит это все к тому, что есть вот такой вот расстрельный диалог, когда вот, ну, в магазинах приложений, да, когда у пользователя заканчивается место, магазин ему говорит, слушай, а тут вот эта вот приложуха есть, которая у тебя гигабайт отъедает, а ты не хочешь ее того. Вот. И, соответственно, пользователь там либо вас удалит, либо, ну, там, нажмет кнопку почистить данные и разлогинится, а потом там логин не вспомнит. Соответственно, тоже это вот одна из причин, почему вы можете терять пользователей. Соответственно, вот наш инструмент, он показывает, какие файлы есть у пользователей, да, которые превышают там те лимиты, которые вы сами задаете. То есть он достаточно гибко конфигурируем. Понятно, что никакие файлы мы с телефона пользователя не забираем. Нас интересуют только пути. Мы эти пути анализируем и показываем вам там агрегированные отчеты. Соответственно, вы, зная, какие файлы по каким путям утекают, понимаете там, что, во-первых, у вас есть проблема, а во-вторых, понимаете, какие вещи нужно, ну, где эту проблему искать и где, ну, где она находится. Прежде чем поговорить про оставшиеся два инструмента, а это профайлеры в продакшене, нужно понять простую, ну, такую штуку про ANR. ANR – это ошибка application not responding, когда там приложение не ответило юзеру за 5 секунд. Одно дело, если у вас действительно случился какой-то там дедлог или какая-то там, ну, просто нереально долгая блокирующая операция на UI потоке, тогда, да, вам ANR, ну, их, вы можете посмотреть в трейсере, в альтернативных решениях, да, покажет действительно на проблему. Но если у вас есть просто, ну, долгая операция, которую, ну, по-хорошему, не стоило бы на UI потоке делать, но она там есть, то ANR вам на саму эту проблему не укажут. Потому что, ну, вот у вас там дедлайн на ANR 5 секунд, а проблема у вас, ну, там в среднем где-то, проблемный участок в среднем секунды 3 работает. И в итоге у вас ANR будет вот просто каждая строчка кода за проблемой, но не она сама. И, соответственно, что делать? На помощь приходят профайлеры. У нас их есть два вида. Я сейчас расскажу, что это такое, зачем, в чем разница. Есть сэмплирующий профайлер. Профайлер, который умеет показывать прям вот с точностью до метода, какие методы там, в какой последовательности работали у пользователя, почему они занимали там определенное количество времени. Вы можете прям эти отчеты профайлера скачать, запустить в Android студии и прям увидеть, как у человека код работал. То есть, к примеру, к вам в саппорт пришел человек, говорит, у меня медленно работает приложение, вы берете ему в трейсере, включаете профайлер удаленно и прям смотрите, почему оно медленно работало. И есть секционный профайлер. Здесь немного другая история. Здесь есть секции, которые… То есть вы прям конкретные методы не видите, но вы видите те секции, которые разметили разработчики Android, разработчики библиотеки, либо вы сами, если там поставили в коде Android OS Trace begin section and end section. Эта штука оказывает меньше импакта на приложение, и она показывает очень интересные вещи. Вы можете увидеть, как работал джинд-компилятор, как он влиял на ваше приложение, как там работал рендер-тряд, в какие моменты он там загружал, какие картинки на GPU. И даже можете посмотреть лог-контеншены между разными потоками. Вот в данном случае видно, что там задача фреска встряла в байндер, и она конкурирует с байндер-драйвером, с нашей задачей, которая выполняется на другом потоке. Ну, как я уже сказал, просто INR не всегда, как и в случае со стектрейсами в обычных крышах, что они не всегда показывают корень проблемы, с INR-ами, собственно, то же самое. Вообще, еще одним преимуществом трейсера является то, что как бы команда трейсера, она вот, с нами всегда можно пообщаться, что-то пофидбэчить, попросить какие-то фичи, и это все обсуждаемо. Мы работаем очень гибко, и всегда можем там наш roadmap как-то потюнить. То есть, из таких примеров, у нас есть уже интеграция с Рустором, что вы можете из Рустора зарегаться в приложение в трейсере просто в один клик. У нас есть там уведомления через почту, но это банальность, да. Есть даже уведомления через Telegram-бота. В планах мы планируем еще интеграции с Jira. Ну и вообще мы готовы даже какой-то API, возможно, шарить наружу, если на это действительно будет спрос стороны аудитории. Вообще, если говорить про наши планы, то сервис есть и будет бесплатным, ну по одной простой причине. Тяжело платным сервисам конкурировать с бесплатными. Дальше мы хотим развиваться в нескольких направлениях. С одной стороны, мы хотим покрыть большее количество платформ. Сейчас Tracer покрывает Android и iOS. У нас уже в Альфе есть поддержка веба. Мы ее сейчас опробуем на самих одноклассниках. И дальше планируем поддерживать Flutter, Desktop, ну возможно Unity, может быть какие-то еще мобильные операционные системы. Кто его знает. Также есть запрос на расширение списка вот этих узкоспециализированных инструментов для поиска проблем. Хочется иметь инструмент для анализа проблем с базой, с сетью и с батарейкой. Еще у нас тоже в Альфе есть аналог Firebase Performance для замеров производительности. Мы рассчитываем, что в течение некоторого времени мы тоже его раскатим на всех. Еще нам кажется, что вот в этом празднике жизни очень обделены авторы библиотек. Причем не от тех библиотек, которые помогают вам там кнопочку в другой цвет покрасить, от таких вот коробочных решений, которые по сути как отдельное приложение в приложении. Потому что кажется, что вот эти люди, они обделены на этом празднике жизни, и им тяжело понимать, что вот в их таких гигантских SDK происходит, какие там есть проблемы, оперативно на них реагировать и фиксить. Нам кажется, что мы сможем сделать такое решение, чтобы им было хорошо, и не нарушать там приватность разработчиков, в которых это все встроено. Ну и разумеется, мы планируем дальше развивать существующие инструменты. Завершить бы мой доклад я хотел следующей темой. Я вот тут посмотрел интервью одного парня, профессионального игрока в Dota. И вот он рассказывал, что… Вот его спросили, типа, слушай, а как стать тоже таким крутым проигроком? Он говорит, ну надо много играть, смотреть реплеи про игроков и как бы там матчи свои анализировать. Я такой, ну нифига себе, это вот то, что ты говоришь, это просто один в один как это… Советы, как стать хорошим разработчиком. Видимо, тут вообще сферодеятельность роли не играет. Потому что на самом деле, да, что нужно, чтобы там стать хорошим разработчиком? Писать код, очевидно, ты без этого, ну никуда. Дальше читать код. Ну желательно, конечно, читать код тех людей, кто лучше тебя, да. То есть читать код библиотек различных open source, смотреть, как они реализованы, там в них разбираться и так далее. Но и это тоже еще не все. Потому что ты, читая код, ты не всегда можешь понять, а почему он так написан. Ты же вот к этому человеку в голову не залезешь, ты не поймешь, а почему он так написал, да. И вот здесь как раз и приходят на помощь, ну то есть такие инструменты типа трейсера. Потому что, чтобы вот в эту голову залезть, да, то есть ты должен это все через себя пропустить. Ты должен очень много раз наступить на грабли, да, и понять, почему ты на них наступил. То есть не забить, что, а, ну какая-то ошибка, я не знаю, что она означает, там, нёх, ну вообще пофиг на нее, да. А вот попытаться понять, разобраться, где ты допустил ошибку, где ты написал неправильно код, почему это вот так выстрелило. И вот когда ты через это проходишь, докапываешься до истины, это тебя очень сильно бустит. И в итоге уже потом другие люди будут смотреть твой код и говорят, что он так написал, вообще непонятно. Потому что вот они через этот путь не прошли, а вы прошли. Так что пользуйтесь различными инструментами, которые помогают делать ваш код лучше и растите. А делая ваш код лучше, вы и сами растете как разработчик. Так что давайте делать нашу программу лучше и делать счастливее всех наших пользователей. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok